Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть огромное количество блюд, рецепты которых лучше никому не рассказывать. Покивают, но делать будут все по-своему. Потому что зачем пробовать что-то новое, если старое хорошо? Я вот, например, могу 20 раз рассказывать маме, кстати, привет, мамуль, рецепт какого-нибудь теста. Она переспросит, еще раз переспросит, поинтересуется тонкостями, а потом все равно сделает все так, как привыкла. Так вот, с рецептом сегодняшних оладий мне крупно повезло. Это случилось в те времена, когда небо было голубее, трава зеленее, про интернет никто вообще не слышал. А все рецепты брались из книг, ну или из рассказов бабушек и родителей. Мы только поженились, жили в общаге, и до родителей надо было дозваниваться по межгороду. Поэтому жена, собравшись приготовить оладий, начала рыться в книгах. И в этом тяжеленном кирпиче она откопала рецепт, за что я и благодарен до сих пор. Почему благодарен? Да потому что найти что-либо в этой книге сложнее, чем иголку в стоге сена. На редкость бездарная система учета рецептов и их классификации. Да, я не сказал. Это репритное издание книги «Подарок молодым хозяйкам» Елен Молховец. Более классной оладий за последние 20 с лишним лет я не пробовал. Я предполагаю, что у очень многих из вас есть эта книга, но практически уверен на 99,9% что вам так не повезло и вы этого рецепта в этой книге не находили. Прекрасно понимаю, что никакими словами вас не убедить. Но канал называется «Кулинарная пропаганда», поэтому пропагандировать я все-таки буду, показывая результат. Поехали! Беру 4 стакана пшеничной муки высшего сорта. Муку в стакан не утрамбовываю. Вот так вот легкими движениями набираю. Тогда в стакан вмещается примерно 160-170 грамм. Когда я говорю стакан, я имею в виду стандарт. Объем 250 миллилитров. И это мое замечание насчет объема, верный для всех остальных моих рецептов. Сюда же отправляются дрожжи. У меня свежие. И я кладу примерно 15 грамм. И отправляю 2 стакана теплого молока. Жирность молока в данном случае не важна. А теперь надо замести тесто до гладкости. И постоянные зрители канала уже догадались, кто или что этим займется. Длительное вымешивание – это один из самых важных моментов работы с тестом. Секунду. При длительном вымешивании молекулы глютена в тесте склеиваются в длинные цепочки, образуя такую пространственную сетку – глютеновый каркас. Все подробности про этот глютеновый каркас я рассказывал в отдельном выпуске кулинарной пропаганды. Щелкайте сюда и смотрите, если вдруг пропустили. Понимание того, как это действует, как это работает, является залогом успеха вашей работы с тестом. С любым тестом, не только с тестом на оладьи. Вот смотрите на консистенцию теста. Второй важный момент. Мука разных производителей обладает разной способностью к логопоглощению. Я сейчас начну подливать третий стакан теплого молока и продолжаю вымешивание. Именно на этом этапе я добиваюсь нужной мне густоты теста. Что касается дрожжей. В книге «Малых овец» указано, что на эти 4 стакана муки нужно брать 2-3 золотника сухих дрожжей. Ну то есть 8-12 грамм. Я не знаю, какова была подъемная сила дрожжей 150 лет назад, когда писалась эта книга. Здесь, в Испании, я использую, во-первых, свежие. Они по подъему силе, ну примерно 10 грамм сухих, это как 20 свежих. Но и свежие здесь очень классно, они очень мощно работают. Поэтому я на указанное количество муки беру 12-15 граммов. Вы же смотрите по своим, и вообще читайте инструкцию на упаковке. Да, все пропорции, как всегда, указываю под роликом в описании видео. Все вымешал. Смотрите, какая консистенция. Именно такой надо добиваться. Не делайте тесто более жидким ни в коем случае. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место. Если в вашем теплом месте атмосфера слишком сухая, то поверхность теста может заветриться. Поэтому поставьте рядом с дежой кастрюлю с кипятком. Он, во-первых, и влажность будет поддерживать на необходимом вам уровне. А во-вторых, и остывая, будет поддерживать температуру на оптимальных 28-30 градусах. Ждем. Прошло два с половиной часа. Смотрите, как поднялось, а! Красота! А теперь надо весть сдобу и повторно вымешать. Чайная ложка соли. Половина столовой ложки сахара. И три яйца. Молыховец пишет, три яйца цельные или можно отдельно взбить белки. Исходя из моего опыта, лучше цельные. А отдельное взбивание белков для такого густого теста не дает ничего. Да, заболтался и забыл. Еще ложку растительного масла добавить надо. Вымешиваем опять тщательно. Еще раз обращаю ваше внимание. Вот этот процесс это не простое механическое смешивание продуктов однородности. Нет. Длительное тщательное вымешивание способствует тому, что в тесте как раз таки образовывается вот этот самый глютеновый каркас. Чем более он развит, чем он мощнее, тем легче тесту удерживать газ, который выделяют дрожжи. Поленитесь и не получите вы действительно пышных, очень пышных оладий. Всего тесто месилось в этот раз 4-5 минут. Руками ушло бы в два раза больше времени. Да, тяжело, согласен. Но с другой стороны, представляете, сколько лишних калорий вы получите, когда будете их есть. Так что лучше их заранее потратить. Так для талии меньше вреда будет. Смотрите, какое тесто получилось, а? Видите, тянется. Упругое. Как будто все пронизано резиновыми ниточками. Отлично. Укрываю полотенцем и опять в теплое место. Теперь часика на полтора. Надо дать ему второй раз подняться и тогда уже выпекать. Ждем. Полтора часа прошло. Смотрите, что получилось. Сковорода с маслом уже на плите. Поехали. Тесто очень липкое и очень густое. Чтобы легче набирать его, ложку лучше каждый раз обмакивать в масло. Кстати, с тестом деже сейчас нужно обращаться очень аккуратно, чтобы оно не потеряло свой вкус и аромат. Дело в том, что бродило оно в условиях недостатка кислорода. То есть обычно, когда мы, допустим, ставим тесто на хлеб, то каждые полчаса тесто вымешиваем. Это позволяет насытить его кислородом, потому что дрожжи очень быстро кислород употребляют. В условиях же недостатка кислорода они переходят в анаэробный режим и при меньшей эффективности и подъемной силе начинают вырабатывать, кроме всего, еще и спирт. И именно благодаря вот этому самому спирту и появляется вот этот характерный запах у оладьевого теста. Поэтому, чем меньше вы его будете сейчас обминать, тем более вкусные оладьи получите. Видите, что творится? Они выглядят, я бы сказал, крайне непристойно. Может быть, я, конечно, извращенец, но, глядя на эти оладьи, сразу вспоминаю Рубинса и его пышных дам. Ну вот, как-то так. Давайте уже за стол. Что там внутри? Видите? Красота! Сначала без заедок. Супер! Просто супер рецепт! Спасибо, Елене Малховец, царствие небесное. Такая кислинка в тесте, характерная для оладьев. Я это обожаю. А теперь то же самое со сметанкой. И нитку сверху. Приготовьте! Оно того стоит. Долго, конечно. Но результат стоит каждый потраченные на него минуты. Спасибо за компанию! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова